В нашей студии Андрей Цветков, заместитель главы Каннска по организации деятельности лесопромышленного комплекса. Здравствуйте, Андрей Вениаминович. Здравствуйте. Андрей Вениаминович, давайте для понимания телезрителей поясним. Вы заняли в администрации должность совершенно новую. До этих дней в администрации не было у нас заместителя главы по организации деятельности лесопромышленного комплекса. Вот расскажите, что входит в поле вашей деятельности. Это реализация определенных губернатором края комплекса мер по наведению порядка в лесной отрасли, она названа новой лесной политикой, повышение эффективности управляемости этим комплексом и декриминализации лесной сферы. По Каннску еще с прошлого года обозначались проблемы и принимались на уровне правительства края меры, планы мероприятий, но сейчас именно более конструктивно, то есть было связано в том числе назначение, почему введение должности. Это вообще город Каннск, что такое? Мы, у нас не заготавливают лес, но у нас огромное количество предприятий, осуществляющих лесопереработку. Для примера скажу цифры контрольные такие. По официальным данным Министерства лесного хозяйства нашего края, пункты приема на территории Каннска поступают в пределах более 700 тысяч кубометров в год. Согласно данных экономических, при разделке древесины выделяется отходов лесопиления треть, то есть это в пределах 300 тысяч кубометров в год. Их куда-то надо одевать. В крае ни одного предприятия по производству целлюлозы. У нас с 17-го года в Каннске проблемы как начались, мы постоянно заваливаемся и только накапливаем. Возникли несанкционированные свалки лесоотходов, по которым борются различные контрольные и правоохранительные органы. Но ситуация не меняется. С учетом этого было принято со стороны органов местного самоуправления, чтобы они тоже подключились к данной деятельности, организующим началом. Вот поле моей деятельности, задачи, которые были поставлены. Как вы планируете бороться с этими незаконными свалками древесных отходов? Все-таки эта проблема действительно назревала годами и решать ее нужно уже сейчас. Ее нужно было решать, наверное, еще в том числе. На законодательном уровне принимались даже такие решения, даже планировалось с 18-го года обязать, чтобы обязательно занимались переработкой отходов лесопиления. Но перенесли срок на 22-й год. Но это не так давно, если мы сегодня не начнем этим заниматься, то мы опоздаем. Поэтому это поддержка всякого предпринимательского сообщества в сфере лесопереработки, инвестиционные проекты. Мы оказываем в том числе субсидии по развитию данных производств, которые сейчас устанавливаются. Буквально в августе, в сентябре будут запущены такие производства дополнительно. Еще три предприятия на территории Каннска. Ну и в дальнейшем осуществляется работа поиска, куда мы можем размещать отходы лесопиления. Также одним из направлений является поиск, переработка, установка дополнительных котлов отопления на щепе, на опилках. Сжигать мы вообще не можем. На территории города законодательно запрещено вообще сжигать. То есть такой способ мы не планируем. Один из способов я бы назвал, это организация администрации города Каннска, централизованного пункта сбора лесоотходов на территории Каннска. И уже практически шаги сделаны. Сформирован участок у нас в промышленном районе, в северо-западном промышленном районе. Такая площадка, значит, выделена. Земля сейчас решаются практические вопросы по обостройству площадки в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. Потому что мы тоже должны подчиняться закону. Это все-таки будет временный полигон, где будут складировать отходы лесопиления. Вот расскажите потом, куда и кто, и за чей счет эти отходы будут свозить? Куда их будут свозить? Будет сформирован хозяйствующий субъект, который на вот этой временной площадке утилизации, вернее, размещения лесоотходов будет осуществлять переработку этих материалов. Ну, в щепу, в опилке и так далее. И в дальнейшем ее поставлять уже на предприятия для их переработки и использования в производстве пилетов, древесного угля. Я знаю, что вы сотрудничаете еще и с экологами, с нашими, которые представляют Министерство экологии у нас здесь в Каннске. Вот расскажите, удалось ли уже побывать с ними в рейде и как вообще складывается диалог с недобросовестными лесопилеработчиками? В пределах 158 проверок они провели 2018-й, первое полугодие 2019-го года. Ряд предприятий была приостановлена деятельность, по шести несанкционированным свалкам поданы заявления на иски на решение в судебном порядке этих вопросов. То есть вот в рамках вот этих плюс, значит, выбросы в атмосферу, дым, что дымят, есть жалобы, особенно вот микрорайон солнечный, они жалуются, что вот дым с пром района идет туда. Ну, к этому могу сказать, что вот и они в том числе обозначали цифры. Только 12 предприятий у нас зарегистрировали по выбросам, по вредным, значит. А согласно законодательства, каждая печь, каждая труба и уже должны вставать на учет, регистрироваться. Вот это и есть будущий пласт работы, проведение электризации, рейдовые мероприятия, которые будут осуществляться. Совместно с вами. Совместно с нами. И мы взаимодействуем с ними в рабочем контакте. Хочется завершить интервью все-таки на позитивной ноте и, может быть, расскажете о перспективах решения вот основных проблем. Все-таки, когда заработает качественно утилизация, когда мы перестанем дышать горящими свалками, вот сколько нужно времени и какие силы нужно приложить для того, чтобы осуществить все эти задачи, выполнить? Ну, я думаю, что здесь можно сослаться и на решение губернатора, который поставил сроки полгода. Обязанность до 1 января 2020 года уведомить и поставить Министерство экологии на учет, что они будут делать с лесными отходами. Если таких сведений не будет подано, то деятельность данных пунктов будет приостановлена просто. То есть комплексный подход. Вполне возможно, что скоро начнется массовая приостановка. Кроме того, что мы предоставляем площадку, с кем они... То есть они должны представить туда документы, что они имеют заключенные договора. Куда они будут... На вывоз отходов. Да, абсолютно верно. Андрей Вениаминович, спасибо вам большое за очень содержательную беседу. Я пожелаю вам удачи в вашем деле. Всего доброго. До свидания. До свидания.